приветствую всех друзья по белорусский декабрь это снежинь и в принципе он сполна оправдал свое название очень снежным был декабрь да бывали оттепели небольшие даже дожди сегодня морозик и мы начинаем очередной уже обзор по стройкам последний в этом году начинаем спутника урши городу города барани и вот этот вот десятиэтажный столбик готов коробка готова и боялся я что его не будет не будут утеплять но как мы видим его утепляют пенопластом с той стороны он весь вся стенка та торцовая утеплена раз утеплят то его наверное и раскрасит как-то интересненько тут он еще куча техники там коммуникации копают конечно в этом году еще не сдадут но вначале следующего вполне реально а улице лермонтова понятно то ли сносят вот этот вот аутентичный домик то ли вокруг него делают какое-то благоустройство машина скребет ну да сносит домик такой был интересный раньше еще тут типа такая клумба была виде в виде какого-то как фонтана тут я уже не помню то ли сараи какие-то были в общем вот такая вот красота на стыке улицы советской и проспекта текстильщиков вот это нечто торговое двухэтажное но пока вроде бы строительство не ведется вот одинокий домик остался тут во всем протяжении мало магазинов ворши надо больше еще за днепрове 4 как грибы растут гаражи не стоит отметить еще что в этом году очень плохо чистят дворы ворши и вообще дороги вот эти небольшие такие тупо колея еще вот смотрите сколько гаражей уже появилось как по мне это немного архаично можно возле крупного микрорайона иметь вот эти вот гаражи такие самдеповские хотя конечно я понимаю людей которым это довольно таки удобно дела на строительстве поликлиники не сказать что шибко быстро идут но время у них есть сдача только через год кое-где поштукатурено кое-где еще проемы в стенах как-то так меня больше беспокоит как здесь будет проходить дорога по подъездные пути как-то я поднимал этот вопрос потому что поликлиника далековато от остановок и надо как-то делать подъезды а лучше даже маршрут организовывать общественного транспорта а они 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 в детском парке сказочная страна прямо напротив Владимира Семеновича Короткевича Туда вниз к Днепру на набережной установили якоря которые выловили из Днепра Пойдем посмотрим поближе Стоит отметить что Днепр наш до примерно середины 20 века был очень даже активно судоходный ходили пароходы до Киева и дальше туда вниз по течению перевозили множество грузов в частности вот известь добывалась у нас тут подорше и на Украину это все направлялось там били лихатой известью активно ну а последние кораблики это вот я еще маленький плавал в рочаще Левки там где творил Янка Купала ходил такой прогулочный катерок с Ворши и потом уже Днепр обмелел к сожалению теперь не судоходный перемещаемся в северную часть города где в общем-то сейчас самое активное строительство жилищное идет в Уорши вот это вот бывшая территория Гапа 8 автопарк 8 заканчивается вот этот четырехподъездный дом десятиэтажный возможно вот за ближайшие три дня они уже полностью закроют коробку то есть там на углу чуть-чуть осталось кладки перпендикулярно этому дому начинают залаживать еще один и тут я немножко в качестве рекламы поработаю для местного Укса может кто-то кому-то будет интересно в общем дом будет тоже десятиэтажный трехподъездный 117 квартирный одна комната квартир будет 37 где-то в примерно 42 квадрата она однушка двушка около 60 квадратов будет 57 квартир и трехкомнатных от 77 до 84 квадратных метров будет 23 квартиры и все они будут с отделкой трешки что включает отделка оклейка стен жилых комнатах и колдовых помещениях обоями потом акриловой краской все это будет покрашена на кухне также потолки тоже такой краской полы ламинат в кухне кладовый линолеум в санузлах и ванной керамическая плитка и межкомнатные двери деревянные будут один квадратный метр стоит на данный момент 1714 рублей 47 копеек без отделки и 1891 рубль 14 копеек с отделкой ну примерно делите по теперешнему курсу на 2726 будет цена в долларах окончание строительства 24 ноября 2023 года то есть почти год будут строить в общем кому интересно обращайтесь управление капитального строительства и можете участие принять в долевом строительстве этого дома еще один интересный момент по этому району где-то вот здесь вот прямо где вот эти елочки и здесь пока что сейчас автошкола размещается автодром запланирован детский сад но буквально вот за тем домом там метров 100 200 от него там целых два детских сада действующих 28 43 ну даже учитывая что здесь будет с десяток десяти этажек когда-то еще не факт что это быстро будет это я думаю растянется лет на пять минимум то не думаю что маловато будет этих детских садов тем более там еще один детский сад есть вот десятый по моему номер а вот школы школы вопрос большой мало того что там видите торчит крыша он трехэтажный четвертой школы моей родной кстати она очень маленькая и с учетом что строится и по ленина дома и этот район будет строиться и 2 он там где парашютная вышка школа 17 уже в районе ранец то есть тоже далековато и вот со школами я думаю будет большая проблема потому что в этом районе больше школ нет и туда на север только лишь далекая школа в андреевщине на самой отшибе это точно не вариант 26 поэтому наверное большая проблема будет тут именно школы чем детские сады на мой взгляд и бачкарик центр поддержки предпринимательства что переделали из бывшего детского сада во дворах улицы ленина вроде как он открыт и вывеска есть там что-то как-то кроме одинокой вахтерши никого больше не вижу можно еще он вступит строй в новом году уже новый цех завода пак который ход ходит холдинг белаза практически готов коробка готова ведутся последние работа на крыши мы его там еще один такой небольшой какой-то цех делается происходит монтаж крыши фронтона работа идут остановилась движение на доме 120 по улице ленина за месяц прошедший с момента нашей прошлой съемки тут абсолютно ничего не происходит периодически крутится кран подвозится какие-то стройматериалы но рабочих тут я не вижу строителей либо перекинули на другой объект либо закончились марксредства все-таки это долевое строительство пойдем заглянем что тут происходит на строительстве нашего мега супер большого торгового центра вместо так же бы особо ничего не происходит все расчистили и тишина но видимо наверно кровлю все-таки подлатали у новой гостиницы интенс что напротив рядовой арены по улице ленина сняли уже забор видимо завезли мебель оборудование и скорее всего с нового года возможно она начнет функционировать ну что ж одной гостиницы больше это только хорошо вот такие были стройки в этом месяце кое-что я не снимал например в дубровно дом там на первом этаже так и телепаются они там сильно продвижек нет какие-то там торговые центры типа как по улице пограничные тоже там вся работа в основном внутри поэтому не стал повторяться тем более в прошлом обзоре все это есть кому интересно посмотрите там и свалка городская и много много чего другого в заключение хочу пожелать преддверии нового года конечно же здоровья благополучия в новом году мира мирного неба что тоже очень актуально ну и конечно же любите свои груда в частности вашу родную гору Торшу делайте его лучше данного встречи до засел у он Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова